В общем, жалко, что кофе. Ну ладно, подруги, привет. Я не педагог, я могу себе позволить. Чудо, педагог не может, это суверия, так сказать. Ты должна быть правильная, везде и всегда. Это у меня пучок, этого достаточно. Давайте на этом сойдёмся. Хорошо. В общем, подруги, привет, добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня очередной видеоролик на тему логопедии. И как я вам обещала, у нас частью нашей серии видеороликов будут выпуски разговорные, где я Ане буду задавать вопросы. Сразу скажу, что очень круто наблюдать за вашими комментариями. Под первым нашим занятием, практическим занятием с Рэмом, вы писали очень много комментариев, задавали свои вопросы, описывали свои случаи с вашими детьми. И большинство комментариев вы писали о том, что это очень круто, что мы начали такую серию видеороликов, что это безумно полезный контент, что наконец-то хоть кто-то записал реальное занятие с ребёнком, так, чтобы мамы, которые также озадачены этим вопросом, может быть, не имеют возможности обратиться к логопеду, поехать к нему, могли бы посмотреть, как эти занятия проводятся, и постараться самостоятельно со своим ребёнком дома поработать. И это очень круто. И мы, собственно, рады, что эта работа нечетна, и что наши выпуски, они для вас полезны. Частью наших выпусков будут эти разговорные видео. Сегодня мы с Аней обсудим самые важные вопросы, которые лично я хотела ей задать в контексте своего ребёнка и в контексте... Скажу, что я их не знаю ещё. Тут такой вот интересный. Я их не знаю. Я не озвучивала Ане эти вопросы, поэтому буду задавать впервые. Что касается ваших вопросов и ваших случаев, давайте сделаем так. В следующем нашем видеоролике разговорном мы как раз-таки будем разбирать некоторые ваши вопросы, некоторые ваши случаи, поскольку мамочки действительно пишут, что важно-важно-важно услышать ваш ответ, и мы постараемся вам ответить. И плюс ко всему, кто на меня подписан в Инстаграме, здесь внизу пишу свой Инстаграм, также на всякий случай Инстаграм Ани, пожалуйста, заходите к нам, и у меня в актуальных, в хайлайтах, будет закладка, закладка «Логопедия», и там будет также один сториз с вопросом, и там в окошке вы сможете задавать свои вопросы. И впредь мы чаще всего будем заходить туда, здесь в комментариях тоже в том числе, но нам просто будет легче сориентироваться, поскольку вопросов действительно очень много, и они перемешиваются просто с какими-то комментариями на другие темы, и, следовательно, нам легче будет их найти также в Инстаграме. Поэтому, пожалуйста, дублируйте свои вопросы и у меня в Инстаграме, чтобы мы могли на ваши вопросы обязательно ответить. Но сегодня мы поговорим по поводу Рэма. У нас прошло уже два занятия на дату записи вот этого видеоролика, два занятия. Второе и третье занятия вы увидите в одном выпуске уже после этого выпуска. Но, тем не менее, мы можем тоже это как-то в общем посмотреть, взять. Самое важное, что нужно отметить, что у нас уже такой прекрасный прогресс, есть сложности, есть задачи, которые нужно решить. И для меня, как для мамы, мне очень важно понять истоки нашей ситуации, или, если можно сказать, истоки нашей проблемы, откуда всё взялось. Давай тогда, может быть, вкратце я задам тебе вопрос, а ты попробуешь ответить. В контексте, опять же, давай, Рэма, потому что всем будет понятно, о чём мы говорим. Почему задержка речи и как я, как мама, могу понять причину этой задержки? Вопрос очень классный, действительно интересный, потому что каждый хочет разобраться в нём. Здесь у нас какая ситуация? Нам нужно понимать, как ребёнок вообще рос, где он рос, сколько языков было в семье, какая была инструкция и тому подобное. То есть вот эти данные и данные, как ребёнок вообще, рода, течение, беременность, всё с этим связано. Здесь у нас интересная среда была, в которой он рос, там несколько языков было, это другая страна, переезды. И были интересные ситуации, что здесь мы проанализировали анкету, я у тебя собрала, что у нас рода, течение, беременность. Там не было никаких у нас нюансов, но выяснилось, что есть папа, у которого левшество врождённое. И здесь мы тоже отмечаем, что левая рука у нас чаще ведущая. Поэтому причина так таковы, всё-таки у нас находится не в условиях среды, что вот с ребёнком разговаривали на нескольких языках, или с ребёнком там была неправильная инструкция, а всё-таки, что у нас есть левшество, мы это отмечаем, и есть уже третье, как получается, сложности в артикуляционном аппарате. Именно он имеет особенности в подвижности. На данный момент времени, до трёх лет, неправильно будет выявлять какой-то конкретный диагноз. Поэтому я могу посмотреть на ребёнка вот просто здесь и сейчас. Это на самом деле правильная основная задача. Смотреть вперёд, говорить, какое здесь нарушение. Но это уже ушло то время, когда ты такой приходишь и говоришь, так, диагноз у вас такой, мне это не нужно. Я сейчас смотрю вот это, вот это, вот это, делаю на это акцент, а потом уже мы смотрим на ситуацию в её развитии. На мой взгляд, это более правильно, что я даю какое-то задание, смотрю, берёт он это задание, не берёт, классно, что делаем, путь туда, путь туда. Поэтому сейчас основное, что было видно ещё после первой диагностики. Сложность в артикуляционном аппарате. Именно в переключении. Ему тяжело, когда он с одной артикуляцией переходит на другую, и это прям видно и в общей моторике. Он сидит и прям, он любит этот звук прям издать. И моя задача убрать всю сложность в общей моторике, переключить в артикуляционный аппарат, и чтобы этот звук вот так, вот это А, это А, а не А, вот это всё у нас. Что ещё, какие нюансы были? Память, внимание, мышление. Ну, на мой взгляд, по возрасту сейчас всё действительно хорошо. Есть какие-то его внутренние нюансы, но у нас Овен, пожалуйста, не забывайте об этом. Да, да, да. Депераментный молодой человек. Я тоже с рогами, и у нас реально тут такая вот небольшая бойня. Поэтому, в общем-то, какова причина? Что есть сложности в артикуляционном аппарате в переключении. Почему так? Потому что строение головного мотка такое. Вот копать глубже у нас ни МРТ, ни ЕГЭ на руках нет. Мы можем только по поведенческим особенностям всё это смотреть. И мне этого сейчас, как специалисту, учителю-логопеду, нейродефектологу, достаточно. Его латеральный профиль я знаю, даже несмотря на то, что не до трёх лет, и я не могу точно сказать. Но по его движениям, рука, нога, ухо, глаз, я вижу эти нюансы. Поёт столь там, да? Поёт, поёт. Да, там Рэм просто поёт. Попивает. Основная моя задача сначала проработать артикуляцию, а потом уже смотреть глубже. Когда речь пойдёт, посмотреть, как она пойдёт, какого она характера будет, каких звуков будет больше, что будет происходить, как накапливать будет словарь, уже двигаться дальше. Я надеюсь сейчас, что речь мы запустим, и сложностей не будет. Это было бы отличным для нас. Хорошо. Если у нас возникают сложности, то есть вот мы сейчас, скажем так, вот, как ты сказала, время прошло, там, диагнозов, и мы сейчас этот момент отпускаем, мы сейчас наблюдаем за ребёнком, как он себя ведёт, как он реагирует. Они не только наблюдают этот важный момент, да. Да, работаешь, конечно, да. То есть у тебя есть свои инструменты, которые ты используешь в работе с ребёнком. Если у нас речь не запускается, ну, грубо говоря, сколько мы отводим времени ребёнку на запуск речи, можно ли, корректно ли это вообще сказать, что, грубо говоря, через два месяца ты должен выдать вот это, вот это, вот это, если ты это не выдаёшь, тогда мы уже начинаем волноваться, и тогда мы уже идём за МРТ, обследованиями докторов и копаем глубже. Не то, что такое, что мы идём за обследованием, вообще классно было бы их сделать определённые, не МРТ точно, например, доплер сосудов, это назначает невролог по показаниям. Здесь я только предполагаю из своего опыта, когда я видела конкретное нарушение и видела анализ, или видела исследование, что оно сходится, и действительно здесь может быть какая-то проблема. Если мы говорим в общем о ситуациях, сначала невролог, потом логопед. Невролог сначала говорит, что происходит с ребёнком, всё исследует, смотрит, но в реалиях нашей жизни логопед бывает первым, а бывает дефектолог первым, а бывает няня первая, которая замечает и чувствует это всё. Но мы возвращаемся к нашей ситуации. Сейчас 2,8, и если я, конечно, сейчас скажу про через 3 месяца мы вот что-то сделаем, я загоню себя в рамки, но по факту я действительно уже сейчас понимаю, как он будет двигаться. И то, что я взяла на сегодняшнее занятие уже другие игрушки, и среду сделала другой, я увидела результат. И, например, на первом занятии у меня не было звука, сейчас он появился, хотя он не тренировался. Вот так и должно быть. То есть я всё равно в ближайший месяц должна наблюдать. Я выдаю артикуляцию, он смотрит, берёт, не берёт. Задача вот, чтобы он дальше так и шёл. У, И, А. И первым основным моментом будет переход на простые слова. Вот если он мне так же хорошо перейдёт, будет отстукивать и проговаривать первый слог, то он прям начнёт туф-дуф-дуф вот так вот расти. А какая будет сложность, что мы увидим? Вот я даю звук, он И, а у нас И. Я И, а у нас И. Или я И, а у меня У. Не переключается, не закрепляется. Это первое в плане артикуляции. Второе, поведенческие особенности. Раздражается. Истерики мы начинаем видеть. Задание не берёт, хочет только по-своему делать. Уже будем тогда понимать, в какую сторону нам двигаться дальше. Но, по моим предположениям, то, что я уже, скажем так, моя специализация – это запуск речи. То есть я реально вижу таких детей часто. Несмотря на то, что у нас полностью сейчас всё в онлайне, мы берём других детей не на запуск речи, а на именно звуковку. Что это значит? Коррекция звуков, такая классическая логопедическая работа. Те, что уже говорят. Конечно, да. То ранее, когда был центр ещё в Москве, мы сейчас в Питере находимся, чтобы вы понимали, то там у нас была групповая терапия по запуску речи. Там другие совершенно правила. И здесь тоже другие правила. Я знаю, как он должен идти. Конечно, если мы будем отбиваться от этого графика, я просто буду чувствовать, но в этом нет никакой критичности. Что вот я говорю, всё, не говори, и вот всё плохо, мы уже там бежим что-то делать. Да всё мы будем заниматься. Нет такого, что я такая, ну всё, а теперь мы трём диван, чтобы речь запустилась. И там нюхаем стену, запускаем там терапию тактильную. Или там, не знаю, идём и по терапии катаемся на лошадях. Всё равно, я буду сажать его за стол и просто больше настаивать на своих заданиях. Я поняла. Больше делать артикуляционных упражнений, добавим занятия. Хорошо, к этому моменту мы вернёмся, что мы будем делать, если не будет получаться. Давай тогда мотанём немного обратно. У мамы родился ребёнок, то есть первые месяцы жизни, первый год жизни, первые два года жизни. То есть, в принципе... Можно так далеко не убегать, потому что у нас есть там гуление, лепет, вот там тоже важно. Вот, я говорю, вот первые два года жизни, когда ребёнок отрабатывает свои первые навыки, которые ведут к речи. Есть ли какие-то моменты и какие-то вот сигнальчики маленькие для мамы, которые могут ей подсказать о том, что, вероятнее всего, у ребёнка будут проблемы с запуском или развитием речи, или у него будет задержка речи, ну и, в общем, проблемы в этом вопросе. Да, вернёмся ещё раз к тому, что последние пять лет в нашей среде считают, что ребёнок никому ничего не должен, говорит он как говорит, и всё, что я сейчас буду говорить, может восприниматься так странно, как-то он должен. Но у нас действительно в логопедии есть нормы развития, как и в моторике есть нормы развития. Можно сколько угодно с ними спорить, но если ребёнок у вас идёт в два с половиной года, все почему-то говорят, как-то так, это не очень хорошо. И вот с речью то же самое. Нам очень важно проходить каждый этап в своё время. Поэтому, действительно, мама может обратить внимание на то, что ребёнок развивается не так условно, как все. Мы же всё равно сравниваем, сколько мы об этом говорили. Ну, в конце концов, мы посещаем педиатра, и у педиатра есть прекрасная табличка, которую он маме выдаёт. В конце концов, у нас есть Google, у нас есть модные календари, и каждый из этих календарей, приложений и прочих показывает нам, в том числе книги, как должен развиваться ребёнок. Грубо говоря, в 4 месяца должен перевернуться, в 6 месяцев сесть, там в 6 месяцев начинается прикорм, грудное вскармливание до такого-такого времени, да, и так далее, и так далее. Первые зубы, первое слово, гуление и прочее. То есть мы в любом случае знаем, о чём речь, да. Всё равно мы знаем, что некие рамки есть, и всё-таки в неких рамках нам хотелось бы оставаться. Да, это факт, но даже тут иногда, когда бывает нагуление позже, случается так, что там родители говорят, что ну ничего страшного, мы позже говорим, но вот я хочу именно для этих ситуаций сказать, что это ваша ситуация, что позже говорят, но это не совсем хорошо. Поэтому сегодня мы говорим о том, что как в реальности развивается норматипичная речь, и это классно. Ребёнок до 2,5 лет, вот так вот возьмём эту границу, она достаточно такая понятная и важная. Первое, на что обращаем внимание, на общую моторику, мы даже до речи ещё не дошли. Да, вот сигналы, которые могут показать, да. Речь у нас связана с моторикой, это действительно все подтверждают, все факты. У нас ребёнок начинает переворачиваться, начинается у него гуление, начинает садиться, у него появляется репет. И прямо эти моторные навыки у нас даже в нашей логопедии классической, они прямо так вот ровненько идут. Там ребёнок начинает ходить, появляются первые слова. Это связано с корой головного мозга, просто связано с мозгом. Вот так работает структура наша. Хорошо, давай быстро тогда на примере Рэма. Рэм перевернулся позже, сел позже. Это первое, что я тебя спросила, если ты помнишь. Да, то есть он, значит, у меня перевернулся, по-моему, в 5 месяцев, сел в 7 месяцев, пополз он у меня где-то 8-9 месяцев, пошёл он у меня в год и 3, первые зубы у него появились тоже где-то порядка 9 месяцев, в год точно у нас было только 2 нижних зуба. Когда у моих друзей, например, у подруг, да, у детей первый в год уже был там пол рта. Ну и, собственно, да, первые слова уже он как бы мама, папа произносил тоже достаточно поздно. То есть у нас всё, вот всё его развитие по табличке у нас сдвигалось на месяц-два вперёд. И здесь, что для меня это значит, что я также уже предполагаю, что речевое развитие будет идти вот с задержкой и опозданием. Но моя задача всё равно вывести это в норму и, скажем так, вот по верхним показателям, чтобы это было. Потому что когда потом все будут осваивать чтение, я только буду осваивать вот тот вот навык, а школа никого не ждёт. Вот здесь стандартный такой момент, что сколько угодно мы можем говорить о том, что ну вот мы позже наговорили, мы позже начали это делать, в школе всем всё равно. Короче, мы должны, самое главное, подготовиться к школе. Это моё мнение, то есть это самое основное у нас социум. То есть мы вот как будто бы реально должны, потому что потом же нам будет сложнее в школе делать логики и всё остальное. Поэтому мы себе облегчаем жизнь и стараемся, чтобы ребёнку было самое главное легко. Я точно знаю, как детям тяжело в школе, которые боятся техники чтения, как им тяжело выходить к доске, когда вы знаете. Да я же знаю, что он знает, а он выходит, он... Потому что из-за того, что навык ещё не освоен, эмоции поднимаются вверх, в голове я вообще ничего не понимаю, страшно становится. Этот паттерн поведения закрепляется и несётся дальше, уже во взрослую жизнь. Когда ты в университете, тебя спрашивают, ты... И всё. И всё. И всё, и вот так, да? Ну да. Ну да. Хорошо, какие ещё сигналы мама может заметить? Самое первое, то есть моторное развитие, это то, что просто мы смотрим, наблюдаем, и вот не расплывчатая реально в 5 месяцев, а точно как бы в 2 месяца, что у нас есть вот плюс-минус. Не нужно 5 месяцев растягивать, когда там границы эти нормотипичности. Лепит гуление вообще, как появляется, многообразен ли, есть ли он вообще, то есть лепит, например, что происходит с ребёнком. Важный момент, комплекс оживления, это вот самое первое, что можно посмотреть, когда вы подходите к ребёнку, а когда вы ему, агу, а он, ручки подёрнулись, ножки дёргаются. Это тоже очень важный момент, это первые такие, с чего зарождается коммуникация, потому что она ещё не речевая, то есть ребёнок просто взаимодействует, видит маму. Я больше скажу, об этом везде написано. То есть то, что я сейчас говорю, это его, нет, это можно всё прочитать, и действительно за этим нужно наблюдать. То есть дальше, когда ребёнок начинает артикулировать, вы ему что-то говорите, а он прислушивается, такой, агу, то есть это тоже появляются первые такие моменты. Ещё такой момент есть, что многие родители говорят, что ребёнок как будто бы вообще не реагировал, то есть он не видел, не смотрел. Часто про таких детей говорят, что он был очень тихий, и вот прям очень тихий, и никаких проблем не было, настолько не было, что даже странно немножко было. Да, слишком тихий, да? У таких детей часто нарушение слуха бывает, то есть у нас есть многие показатели, что ребёнок не должен быть слишком тихим, то есть он не должен быть и слишком громким. Конечно, бывают разные ситуации. То есть получается, он просто тупо тебя не слышит? Такое также бывает, у нас много детей с нарушением было слуха, действительно, это факт, и об этом нужно сказать, чтобы вы могли тоже обращать на это внимание. Как это ещё можно проверять, если вы вот прям заподозрили, что а вдруг вот такая ситуация есть, если ребёнок, например, 5, 6, 7 месяцев, он ещё вот лежит, качается на качалочке, чтобы было позвенеть или издать какой-то звук, он должен эту реакцию выдать вам хотя бы в моторном компоненте, это очень важно. Но мы двигаемся дальше к речи. Что ещё? Если ребёнок там год, он только начинает говорить, какие это звуки, какие там полуслова, например, у нас там мама, ма, это тоже считается словом. Все говорят, ну как это слово, оно должно быть в нормах написано, что за логопед там придумали. Да нет, для нас слово ма, это тоже его слово, когда оно осознанное, когда оно только по применению к маме, а не ко всем. Как бывает слово, а он всех так называет, это не слово, это период такой. Есть в норме даже, когда ребёнок всё называет одним словом, но он дальше не продолжается, он определённое время. Возвращаемся к тому, как он эти слова воспроизводит. Иногда бывает такая ситуация, что родитель говорит, ну у него вот все свои слова, вот подушку у него, но вот каранта всегда. Что у него, я не знаю, там стул, это всегда, и вот это закреплено. Но все свои, да. Это тоже не есть хорошо. То есть, когда все свои слова, это сигнал к тому, что что-то идёт не так, что ребёнок не так может слышать эту обращённую речь. Не к тому, что идти, там, слух проверить. Можно, опять же, но если у вас аудиограмма была в роддоме, и всё хорошо, то не нужно бежать, никуда-то тревожно комплекс себе анализ выписывать. Но нет, это скорее к вам, что вам нужно замедлить свою речь, обратить внимание, как вы говорите, чётче, обращать внимание на свой род. Вот, то есть, как-то внедрять вот эти уже мини-задания, чтобы смотреть, как ребёнок реагирует на них. Но обращаем на это внимание. Ещё важный момент про артикуляцию. Когда вы говорите с ребёнком, и вы видите, что вот у него не только эти свои какие-то слова, но и рот странно двигается. То есть, вот прям, как будто неудобно ребёнку. То есть, вот где нужно сказать, там, мама, это... И прям, видите, что щека вниз опущена, или вот неудобно. Дуть не умеет ребёнок, то есть, там, год, год и три, год и пять. Вы можете по чуть-чуть давать какие-то, ну, минимальные прям задания, вы всё равно увидите. Если ребёнок ему интересно, он что-то вот как-то спародирует, хотя бы попытается, и это классно. А если даже попыток нет, это всё равно сигнал не бежать никому. Это побежите, там вам расскажут, что делать Вот с этим у меня большой вопрос А за ним вы можете уже дома Мне не нравится такой формат Что делать? Уже паниковать? Не нужно Никогда паниковать Включайте в себе думающую мать Вот я не знаю, как это назвать по-другому Вижу проблему, не вопрос, решаю дома Даю какое-то мини-задание, упражнение Не делаю мыслительные какие-то там задания С карточками, а лишний раз перед зеркалом Вот включайте прям простое логическое применение Так, что-то рот не двигается Пойду-ка перед зеркалом покажу свой язык То есть вот так просто это должно быть Чтобы и вам не было трудно, и вы спокойно могли взаимодействовать Но мы до этого всего не знаем Ты расскажи Вот ты мне сейчас вот рассказываешь Знаешь, у меня вот честно Я сразу вспоминаю себя Все младенчество своего старшего сына И я вот понимаю, что со стороны Когда кто-то тебе об этом говорит Это очень просто и логично И действительно, думающая мать, включись Но, к сожалению По крайней мере, давайте на своем примере Думающая мать не всегда приходит в гости Она чаще всего отлучается У нее какой-то там вечный отпуск Она занята Она занята, у нее отпуск Почему? Потому что, во-первых, это послеродовые всякие состояния Это гормоны Ты ребенка кормишь, не кормишь Это в принципе как бы вот Тяжело Особенно первый твой ребенок Да и со вторым тоже Ну как бы во многом легче Но все равно Особенно если, я предполагаю, была сложность с первым То и со вторым уже как бы глаз будет дергаться И когда ты находишься внутри этой ситуации Со своим ребенком То ты теряешься И ты как будто бы этого не видишь Или даже, мне кажется, у многих мам Ну, я в том числе Очень страшно признать И очень страшно для себя самой Как-то вот, да, признать эту мысль Что у твоего ребенка что-то не так Либо он болен Либо он отсталый Плюс ко всему есть ведь еще и давление окружения твоего То есть это начиная от всех бабушек, подружек Понятное дело, если мы вот Публичные деятели нашего времени блогеры То, понятное дело, все, кому не лень Тебе дают и советы, и диагнозы, и так далее, и так далее И когда тебя извне бомбардируют постоянно Разными советами, информацией и так далее То ты действительно теряешься И ты не понимаешь, что делать Потому что, например, тебе могут там говорить А что у тебя ребенок ненормальный Вот моя бабушка, Ришка Вот я с ней всегда, вот у нас конфликт Потому что она говорит Дация, а почему вот он так делает? Это же ненормально И когда я задаю вопрос Мам, а что в твоем понимании нормально? Ну вот ни один ребенок так не делает Я говорю, какой ни один ребенок? Сколько детей ты знаешь? Ну вот ни один ребенок моей подруги Я же вас в двоих воспитала Я говорю, окей, двое детей У нашего брата еще трое Окей, пятеро детей Сколько еще? Ну, двадцать детей у тебя в окружении Хорошо, это все дети мира? Вот ты какую книгу Ты в последнее время прочитала По детскому развитию Чтобы говорить, что это ненормально маме Я понимаю благие намерения Но вот каждый раз, когда такая информация Что он ненормальный Это ненормально А вот доктор тебе что сказал? Потом ты идешь к педиатру Один педиатр тебе говорит это Ты идешь к другому Тот говорит противоположное Ты уже сидишь, тебя отправляют к неврологу Потом тебе говорят к одному Нет смысла, тебе нужно к трем пойти Потому что вот они должны ждать второе, третье мнение Тебе нужно к логопеду Нет к дефектологу Нет к нейропсихологу И ты как мама У тебя мозг начинает пухнуть И ты действительно даже во мнениях профессионалов Начинаешь путаться Потому что они могут быть Противоположными И там уже еще приближается такой зверь Как да у твоего ребенка наверняка Аллалия Наверняка аутизм Там если аллалия, то сенсорная, моторная такая-сякая И ты понимаешь, что отсталая не только ты Но и твой ребенок Вообще вот просто вот надежды никакой у вас нет Мне по этому поводу хочу еще сказать Вам сразу Все, что я сейчас говорю Вот как нужно делать Как развивать На что обратить внимание Это идеальные условия Но правильно ты сказала Что к этому всему добавляется реальная жизнь Конечно Мы не живем в идеальных условиях Когда это тяжело И вот что делать неидеальной маме В своих неидеальных условиях Как ей вот это все распознать И как ей включить вот эту логическую матушку И спокойно понять, что окей Моему ребенку два Он еще не говорит Допустим Вот тут поставить точку И сказать окей И я буду с ним заниматься И я посмотрю в книге По артикуляционной гимнастике Что-то посмотрю Но обычно у нас происходит так У моего ребенка что-то не так Я просто буду паниковать Ну типа я просто буду ждать Или слушать чужое мнение Здесь Кстати, извини И еще мнение по поводу Вот есть те, которые тебя отправляют Сразу ко всем врачам И говорят, что твой ребенок болен А есть еще противоположный лагерь Которые говорят Угомонись Твоему ребенку всего лишь Два, два и пять Или год Мой Вот до трех Вообще ни слова не говорил И после трех предложениями Заговорил сразу и тут же В четыре заговорил Вообще не расслабься Херня это все Заговорит У него там что-то еще не дозрело Дозреет Вот Вот давай Не могу не согласиться с этим Дозреет Но есть четкое понимание Что Объясняй Что мне делать Что делать Вы должны вот так сказать Так Вот этот лагерь говорит Что мне ждать Вот тебе сзади прут говорят Идти Чего мне делать Хочу я идти к врачам Сама я чувствую Что вот ну блин Что-то не так Я сама адекватно понимаю Слушайте Ну роды были тяжелые Ну реально факт Вот вы берете лист И вы писываете себе Иначе вы Вас любой лагерь В лифте женщина скажет Три с половиной Такой взрослая не говорит И все И у вас поедет опять куда-то Хорошо давай Лист Что мы пишем Вы адекватно смотрите На ситуацию И на своего ребенка Вот например Если нет речи Что могло этому способствовать Ну как способствовать В плохом смысле У меня были тяжелые роды Я переезжала У меня там Исчезло молоко Я вообще переживала Родил второй ребенок Вот тут всю ситуацию Описываете И начинаете на него смотреть Это вот реальные факты Здесь есть какая-то проблема Если врачи Смогут ли мне Они помочь Ну то есть в плане того Что я приду к неврологу Ну мы все знаем Приходишь к неврологу Он такой Ну да Ну типа Ну посмотрим Или еще другая ситуация Что он пугать начинает И вы должны понимать Что будет или то или другое Ну типа Ну может третья Он посоветует Что-то пойти к специалисту И вот каждую эту ситуацию Рассматриваем Ходите вы к пугающему Ну типа вы готовы К тому что вам скажут Что нужно будет пить таблетки Такая вот Но вот в реальности А другие дети уже говорят А что уже происходит И начать взять ответственность За свое, что происходит Потому что на самом деле Основная ситуация Что не хочется Это ответственность брать Заниматься же придется Легче Ну как бы Ну типа Короче лень Кто-то говорит Но это неправильная лень Я очень хорошо понимаю Это вот не лень Это страшно вообще Просто страшно И лень Ты просто такой сидишь Ни фига не хочешь делать А ты навредить боишься И признать То, что начнешь заниматься А он как насчет орать А он как насчет Игрушками в тебя кидаться А у тебя второй еще сидит И тут просто Чуть-чуть быть посмелее Запастись Не гуру-специалистом А специалистом Который по душе Вот на которого вы смотрите И думаете Блин Вот Есть определенное доверие И вы можете вместе Там посмотреть какие-то ролики Почитать литературу Когда специалист не говорит Должно быть Только так Это может вас отталкивать И вы не сможете ему верить Вот реально Должно быть Может быть так Чаще всего бывает вот так вот А вам лучше делать вот так И смотреть на ребенка Поэтому на мой взгляд Всегда если вы видите Какую-то сложность В развитии речи Начинайте заниматься Смотрите ролики Изучайте этот вопрос Но всегда Если у нас есть Речевая проблема Есть несколько факторов Или конкретно Нужно работать с артикуляцией Или формировать базу Это память Внимание мышления Это все что мы имеем Все наши игры Вкладыши Развивалки различные И так далее Просто часто Родители делают больше Молчим и работаем Это тоже полезно А я больше Нужно говорить Маме Даже к многопеду Не ходя Ну вот так это будет Громко сказать Ну правда Улыбаться перед зеркалом Ну хорошо Вот в этом вопросе Мы как бы и решим Проблему многих мам Тем что мы записываем Свои видеоролики Ну да Что мы Грубо говоря Вот наши Наши практические занятия Вот с Рэмом На их примере На самом деле Любая мама Может постараться По крайней мере Заниматься Но опять же Здесь есть свои нюансы Что я Рэму Провела диагностику И я точно знаю Что у него сформировано А что не сформировано И чисто под копилку Брать занятие Не совсем будет правильно Потому что ситуации Все-таки разные Скорее всего Если вы будете На мотивации Заниматься с ребенком Прокатит все Это тот момент Когда у вас такая Мотивация сильная Для занятия Что и это подойдет И то И речь начнется Начнет развиваться То есть классно Но бывает так Что например Ребенок не умеет Складывать пазлы Не умеет Вот мы сегодня работали Прятали шарики То есть с этим сложность С моторикой Я бы делала больше Акцент на моторику Я бы не трогала вообще рот Потому что может так случиться Что мама посмотрит Скажет А Нужно говорить А Нужно говорить У Не всегда Если вдруг После первого У ребенок Что-то бросил Лучше так не делать Ну в общем Тогда снижать требования Да Планку вниз Это очень важно Что не заставляем Не делаем среду Что вот Это я могу Вытягивать речь Потому что я знаю Что делать Когда будет истерика Я его так вот Скажем так Уберу И мне не испортится Отношение с ребенком Вы мама Вы уже пошли на тот путь Что вы начнете с ним заниматься А тут уже знаете Другие правила Нужно как бы Посидеть за столом Ручки ровненько И сидим с тобой Пять минуточек То есть очень много условий Должно будет Соблюстить Чтобы все прошло классно Поэтому по чуть-чуть Аккуратно Не делать из этого Мы занимаемся с логопедом Поет Нет Вы занимаетесь просто с ребенком И смотрите что происходит Если есть положительная динамика Классно Тогда все Даже в эмоциональном воздействии Ребенка Что ему нравится Это уже будет классно Что ему нравится С вами сидит за столом И так далее Но если есть негативные реакции Поведенческие Ребенок кидает Не хочет заниматься Вы настаиваете Вы злитесь в этот момент Вам не классно То есть вы не чувствуете Никакого эффекта Что вам круто С ним проводить время То мы это все дело прекращаем И начинаем разбираться Почему вам не нравится заниматься И так далее И как конкретно помочь ребенку Что это не всегда просто На самом деле Поэтому вот две ситуации у нас Что вам нравится Вы видите результат И что делаете Пробуете А не получается Тогда приглашаем специалиста Даже в два года Есть специалисты Которые приходят И учат вас С двух лет Вот скажи мне Когда вот оптимально Идти заниматься Потому что здесь тоже Опять же такой момент Знаешь Это вот на тему того Как маме принять Правильное решение Самый простой Опять же пример Вот с моим ребенком Да Вот у нас в окружении К примеру Есть мой ребенок И его одногодки Вот прям Там неделя разница С одним И там месяц с другим То есть трое наших друзей Все они Значит Пацаны Значит Возраст один и тот же В нашем случае То есть Ну к примеру Что я чаще всего слышу Да Почему мой ребенок не говорит Это несколько языков в семье Это потому что он соску Взял Что еще Ну какие-то прочие еще истории В случае моих подруг Тоже двое пацанов Тот же возраст У них один язык в семье Соску они не брали То есть с рождения Не взял ни один на другой И они ровно так же Мычат и не говорят Вот у меня вопрос И там мамы Тоже Ну к логопедам Еще не обращались Нет каких-то там Неврологи сказали Что все хорошо И вот Они вот тоже задаются вопросом Когда мне идти И идти ли вообще И как вообще понять Надо мне идти или нет И почему У некоторых детей Действительно Речь запускается там Там в 1,9 В 2 Опять же пример Мои племянники У них тоже билингвальная семья Трое пацанов Все заговорили как штыки До двух лет Потому что у нас речь Не просто так и появляется А насколько развит мозг И насколько готова нервная система Что могло так случиться Что все Три твои подруги Действительно так же Имеют речевые трудности В плане детей И вот просто так совпало Были бы другие дети Была бы другая речь У нас речь В смысле Не меняется Испокоен мяков Нормы не двигаются Как и хождение Ну типа нет такого Что ребенок в 5 пошел И теперь это норматипично Ну типа думаю Речь так же Потому что это Мозговые структуры Которые зреют Образовываются Это очень важный момент А что так получается Что кто-то не говорит Вот так вот А почему кто-то Вот говорят Дозреет Например Ну так если дозреет Тогда и можно До 3 до 5 ждать Можно ждать Потом столкнемся с тем Что в школе Будет дозревать То что должно было Дозревать в другой момент И часто Что в школу отдают И не замечают Это как ребенку трудно Как он не может Справляться там С агрессией Говорят Ну он просто агрессивный Ну убьет он всех Ну вот агрессивный в школе Только никто не знает Что на самом деле Это отголоски того Потому что ему тогда Было тяжело Паттерн закрепился И теперь вот такой Каши с нежным колом Это тянется до сих пор Очень много моментов Которые вот Ни речевой ребенок Он закрепляет Но с ним потом тяжело Обучать его Что специалисты говорят В школе учителя В общем ну очень трудно Но только школу ты же Уже отдал И все Это уже время Обратно уже Ну то есть Здесь такой момент Что даже родители Они отдают в школу Тебе ну пусть разбираются А то что это видим Мы как учителя Например То мы замечаем Это что ребенок Один схватывает Вот так вот информацию А другому нужно долго Кто-то там до ночи Делает уроки Это стандартная ситуация На самом деле Все это можно преодолеть И опять же Мы сейчас говорим Про Ну все что мы обсуждаем Это в общем-то Норматипичное развитие Когда чуть-чуть Недозрел и дозреет А мы говорим Еще есть дети Которые Недозреют В смысле Есть Нарушение Разрития Это уже специалисты Определяют Идем к неврологу Невролог обычно После 3,5-4 лет Может вынести диагноз На самом деле Если не он То он отправит в психиатру Потому что многие нарушения Невролог не ставит А ставит в психиатру Тогда коснемся Вот еще такой Сильно пугающий фактор Всех мам И тут мне кажется Они пугаются еще больше Если мама боится Например Там Заняться вопросом речи Потому что она Заподозрила Что у ребенка Может быть Нет Например Что она заподозрила Что у него может быть Задержка речи Это уже пугающе Как ты сказала Придется заниматься Разные причины Ну это как бы У каждой мамы свое Что уже нелегко Уже нелегко Уже трудности Вот уже У тебя с ребенком Вот все тяжело Вот все непросто И ты вот думаешь Как же Где же вот это счастливое материнство Когда вот все вот летает Понимаешь И вот эти единороги А у нее вот не так Но есть еще хуже Ситуация Более такой пугающий зверь Это уже болезни Да То есть это Такие вещи Как вот та же Аллалия Аутизм Не болезнь Как я Жизнерадостный логопед Это все Норм Корректируется Взять себя в руки Если ставят аллалию Это частое нарушение Хорошо А тот же сам аутизм Заниматься Заниматься Отсталый ребенок Принять Пойти к терапевту Принять разобраться с собой И начать работать Потому что не будешь работать Ничего не изменится Вообще Вот такая вот жесткая женщина У нас И должен быть специалист Который рядом То есть который серьезно Он включает и говорит Алло Ты одна у него Что делать будем Ну то есть мы растем Сейчас на руках носишь А потом что будет Потом как с истерикой бороться Наша Если мы уже говорим О серьезном нарушении Социализировать ребенка Помочь ему делать Тогда тот навык Который возможен Вот до такой степени До которой возможно И опять же Взять тебе в руки Успокоиться Пройти через стадии Принятия Отрицания И всего того Что происходит И договариваться с собой Кто-то может это сделать Кто-то не может Кому-то нужно много времени Кто-то до конца Все равно не принимает Там уходит в себя Это работа и со специалистом И вот с правильным Логопедом Педагогом Психологом Не важно с кем будет Взаимодействовать ваш ребенок Но кто-будет Знаете Он и поддержал И не знаю Понимал вас И не делал Так идеальные истории Я бы тоже могла сказать Так Убираем это Убираем это Меняем все на свете Нет Это тоже неправильно Я должна подстраивать Под вашу жизнь Я не должна мешать Я должна дополнять И развивать И это самое главное Поэтому в любой Из этих ситуаций Даже самых серьезных Я специалист Помогающий дисциплины Я не могу по-другому сказать Ну да Тут уже как есть Ситуация уже есть Работаем Работаем По-другому Никак И есть результат И крутые есть результаты И в онлайне И в оффлайне Поэтому Общаться с мамой У которых такие же ситуации Смотреть как дети развиваются Ни в коем случае Не опускать руки Вообще мы об этом не говорим Хорошо Давай тогда будем Уже выпуск заканчивать И я хочу вот как раз таки Вот в этом контексте Закончить Чтобы ободрить мам Особенно тех мам Которые скажут Что окей Вы живете в больших городах У вас там все классно Вы зарабатываете больше денег У вас есть в доступе Крутые логопеды Вот например Как Анна В нашем случае У вас есть неврологи У вас есть то-то Все-то пятое-десятое У вас есть центры Вы можете там отвезти ребенка Туда-сюда И по душе своих специалистов Там выбирать Но для тех мам Которые живут В маленьких городах В глубинках Там даже Даже вопрос финансовый Я его буду Ну как бы так скажем Деликатно опускать Потому что мне кажется Что здоровье ребенка Это самое важное И коль уж мама Имеет возможность Вот интернета Гаджета На котором она смотрит Тот же самый ролик То все-таки Она наверное Будет иметь возможность Также Ну помочь ребенку По крайней мере Найдет эту возможность Помочь ребенку со здоровьем Но тем не менее Вот Нет в доступе Этих специалистов Вот скажи мне Возможно ли Работа Такой мамы С ребенком Вот онлайн Или вот даже По тем же нашим Нашим с тобой роликам Не просто же так мы делаем Потому что Если мы сейчас говорим Что это невозможно И нам нужны специалисты И вот как ты сказала Есть же определенный ребенок Определенный диагноз Или нет диагноза Есть какие-то особенности Того ребенка Которые мы должны знать И под копирку мы не можем Вот ты мне скажи Есть ли смысл Опять же В той же нашей с тобой работе И что мы Вот эти мамы Можем сказать Как им вот работать Так чтобы все-таки Вот в тех обстоятельствах Которых они находятся Да В маленьких городах Что им делать И как им вот Просто их ободрить И помочь Я вот люблю пример Который на обучающих программах У логопедов Я говорю Начните делать Хоть что-то Контакт Куча бесплатной литературы Ютуб Куча даже у нас На канале развивающих видео Денег нет Нет специалиста Нет невролога Вот ничего нет Но есть Вы уже на ютубе Смотрите Переходите на бесплатные ролики Уже и обзоры есть И занятия И из бумаги можно сделать Офигенные Всякие упражнения Игрушки И поделки Это все можно делать У нас Самое оптимальное Мы чем плюемся? Торобочками Куда мы язык засовываем? В макаронину Ну то есть Это все доступно Самое главное Желание Действительно Вот здесь Если не будет у мамы мотивации Вам ничего не поможет Не поможет даже игрушка За 10 тысяч рублей Разве вообще? Ничего не поможет Ну то есть Получится ситуация Что к тебе будет приходить Наикрутейший логопед Он тебе даст Домашнее задание А ты такая Я не буду его делать Домашнее задание Вот ты логопед Ты и занимайся То есть Это не прокатит Это действительно факт Того что Если я прихожу Даже два раза в неделю Супер Что у меня получается За 30 минут времени Что-то сформировать Априори Это не я формирую Это я помогаю Нервной системе Она сама все уже сделает За меня Я как бы Вот тут И вот сюда Поворачиваю И ребенок сам выстраивает Но домашнее задание Вы делаете Правильно Меняйте свои инструкции То есть И действительно Я это вижу И уже есть какие-то моменты Что ой Я вижу Что формируется Это очень классно Поэтому даже Если у вас нет условий Каких-то очень крутых специалистов Ничего страшного Ну вот прям нет Вот есть реальность Надо к этому идти Он все скажет Класс Но я не могу Что делать Но я не могу Начинайте заниматься сами Просто в большинстве случаев Мама не хочет сама играть Она Вот ей некомфортно Не нравится дойти В спокойной атмосфере Скажите себе Окей Будь как будет Я вот сейчас начну пробовать Нравится ему так Я начну справляться Будет истерика А я вот так переведу То есть я просто Очень позитивно на это смотрю Но мне кажется Во мне видно Я как-то Так всегда было То есть мы занимались Очень сложной структурой нарушения У детей не было Долей головного мозга Ну то есть И это даже Не проблема Ну то есть для нас И поэтому Чтобы начать работать Какие-то да Для меня там Минимальные истерики Или что-то еще Или у вас там У нас не слушается Садимся Делаем И относится Вот с трепетом К этому Постепенно По чуть-чуть По чуть-чуть Как говорят Цените то Что вы вот Маленькое сделаете Он уже ответил Классно Уже пять минуточек Классно Если видите Сильное сопротивление Как мы уже ранее сказали Уровень нагрузки Меньше 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 Именно же это Самое тяжелое Принятие Блин Он на это даже Не может делать Ну да Типа даже Вот две сложить И это у вас Подсознание Нифига себе Просто И прям Что происходит Вот это Откладываться Говорю Вся Птички Влетели Пока не надо Не шушукаться И делайте Это простое действие И как только Вы снижаетесь На уровне ребенка Убираете Свои стереотипы Что он Нет Вот это сейчас Ему нужно И по чуть-чуть Даже эти простые Задания выполняете Вы уже будете Видеть результат Что ребенок Будет к вам Приходить С этими пазлами С этими трубочками Показывать Как он язык Куда-то там Засовывал И это будет круто То же самое Что я бы сейчас Пришла и сказала Знаете По норме Он должен делать Вот это уже Вот это вот Открыл бы альбом С фразой простой И говорила Туча Лети Туда Это тоже Запуск речи Извините Это факт И по методике Даже по конкретной Это было бы правильно А Рэмик такой сидит Именно так было бы Потому что Уровень нагрузки высокий Сначала это были бы Вывороты вот эти У него сейчас происходит Когда я чуть-чуть Перегибаю палку Но это факт того Что нет Я буду начинать Знать то Что ему комфортно И пусть это будет постепенно Но зато Он ему будет в кайф Мне будет в кайф У нас не будет сопротивления Мы будем на траве И самое важное Как мне кажется И мамам важно понять Что естественно Пугает Как бы для себя Признать Что мой ребенок Этого не может Ты спускаешь Этого не может Блин Я разделяю ваши Я как бы Мама не логопед Я могу позволить себе сказать Грубо говоря Он что тупой Но вот как ты сказала Этих птичек Или вот этих вот зомби Из своей головы Выкидывать И на самом деле Даже спуститься На несколько уровней Сложностей ниже Это будет лучше Потому что Ты по итогу Не будешь тратить время Вот на истерики На свои загоны Сейчас еще скажу На мучение ребенка И ты спустившись Как бы вроде Откатившись назад Ты быстрее найдешь до цели Потому что Когда у ребенка Снизится вот этот уровень Сложности И тревожности И тревожности Вот И нервная система Скажет О классное задание Я могу Ты его похвалила У вас ей-ей-ей Все круто А самое основное Что когда в следующий раз Кто-то тебе вокруг скажет Что у тебя что-то не так Ты уже не будешь Вступать в агрессивную форму Ругаться с тем человеком Который что-то так сказал Маме, папе, бабушке И всем остальным Тетям, дядям Подругам своим Потому что внутри Ты точно знаешь Что я уже делаю Вот это, вот это, вот это Чтобы там преодолеть Какие-то трудности И будет все равно На чужое мнение Потому что вы четко будете знать Что вы уже что-то делаете Вы работаете Вы уже работаете И это классно И не нужно ждать А когда нам идти? Да никогда не нужно ждать С рождения нужно начинать Правильно делать Артикуляционную гимнастику Ну типа стоять и говорить У, и, у Ну то есть вот в идеальных условиях Вот с грантиком Мы так и сейчас поступаем Это так и все действительно делают Просто вы думаете Что должны быть Ну вот у меня тоже сестра Что-то какие-то Специальные упражнения Так она и так их делает И это хорошо Она сама смотрит Делает артикуляционные Какие-то губами гимнастику И тому подобное Ребенок повторяет И это уже классно Но мне кажется Здесь Можно себя хвалить Да Но мне кажется Здесь нужно еще Мамочкам понять Что такое Артикуляционная гимнастика Сложное слово Погласно Потому что многие Даже вот это такое Мистическое название Это наверное Какой-то очень сложный Комплекс Аппарат Аппарат упражнений И там вот сейчас будет Прямо вот какое-то Специальное все Понимаешь Вот прям специально У нас есть специальное Потому что звуки У нас подразделяются Сложные, простые Но сейчас мы говорим Про запуск речи Где Все просто Вот основная задача Включить рот в работу Вот реально Вот просто сказать Рот здесь Говорить им так Ну отлично И еще простые упражнения Аня, спасибо тебе огромное Ты мне сегодня просто Вот ты открываешь Америку уж точно Очень круто Супер, я рада И я уверена Что для вот моих подруг Которые смотрят Эти видеоролики Вот впечатление Ровно такое же Потому что ты действительно Как специалист Ты наикрутейшая И нам повезло Что тебе становится жарко Здесь на этом диване И мы тебя вот здесь Вот в гостях имеем Поэтому огромное тебе спасибо Подруги На этом мы сегодня Будем заканчивать Много чего обсудили Последующие видеоролики Как я уже сказала Мы будем стараться Также обсуждать Ваши случаи Отвечать на конкретные Ваши вопросы Ну и в принципе В ходе беседы Мы сегодня Мне кажется Ответили на многие Ваши вопросы В том числе Но пишите Самое главное Формулируйте пожалуйста Свой вопрос Вот правильно Описывайте ситуацию И честно Желательно в инстаграм Потому что там есть окошко И вы четко пишите вопрос И мы увидим его Сто процентов А в ютубе В комментарии Все ушло И ничего не видно Ну ладно В любом случае Вы не пугайтесь В инстаграм Кто подписан Обязательно Заходите И пишите Но у кого Все таки Нет возможности Или Там я не знаю Нет у вас инстаграм Но не знаю В общем Нет у вас такой кнопки Пишите свой вопрос В комментариях В любом случае Я буду стараться Пройти все Ну в общем Не замечу Ваши комментарии Пишите еще раз И пишите Пока замечу Большими буквами Большими буквами Вот всеми Будем отвечать Будем отвечать На этом сегодня Мы с вами прощаемся Желаем доброго дня И увидимся с вами В следующем видео Всем пока Пока